много людей кто предлагал там лекарства привезти продукты там и кушать приготовить вот такая красота ребятки на закате чайочек рассчитайте сами пляж сука как думаете ребята у нее получится или нет свою жизнь на самом деле среди киповисов я болею вообще крути-ка ты педали кайф воды не просто много затопило все полностью привет всем ребятки мы сегодня киповисовом озере и на катамаране мы в честь 400 тысяч подписчиков сходим к ним и покажем вам поехали начнем наше путешествие от дома времена года жилой комплекс час дня плюс 17 градусов по прогнозу сегодня плюс 14 но это в тени а вот на солнышке такая великолепная температура и что нас ждет друзья посмотрите какая красота голубое небо облачки мы едем за кристиной ей огромная благодарность она вопреки моим отнекиваниям и всему остальному взяла она купила лекарства приехала и спасла меня да что просто от души спасибо возможно мы с вами даже не увиделись 39 и 4 в тот момент стукнула температура это был просто трещий ужас что со мной творилось ребятки невероятные ощущения и чувства ну давайте их оставим в прошлом сейчас уже все гораздо проще она не испугалась и помогла мне вылечиться спасибо тебе кристина от души первую остановочку хочется сделать великолепным видом на море посмотрите какой у него цвет как это все невероятно красиво выглядит вален это что такое руссо турист облика морали пипец колготки одежда салфетки что происходит на этой парковке мы перед въездом в сука дорогие друзья люди оставайтесь человеками несмотря ни на что всех с наступившим это прям большой проблемой становится очень много мото которые без номеров гоняют по дорогам и за рулем сидят дети посмотрите какова красота дорогие друзья с этой ротонды ребятки кстати фотографии сделал на мочке спасибо большое байкеру очень красивые получились ну и поблагодарим кристину еще раз за спасение привет тебе и спасибо большое что ты там увидела не забывайте что прогуляться можно особенно вот сейчас сухо было по такой погоде пройтись и выйти в пляжу кусок побочек советую эту ротонду вида отсюда фантастика особенно в такую погоду при закат на смотрится все очень красивых людей на прогулка очень много на этих маршрутах и животными из детьми сейчас очень красиво смотрится спуск именно в сука в правой стороны скала впереди горы большого утриша заповедника они местами только зелененькие на склонах в основном таки серые без листьев кажется что без жизни на самом деле там жизнь кипит ну и сам центральный пляж я надеюсь что в конце видео мы с вами посетим сейчас же через сука промчимся к кипарисовому озеру по ощущениям на подъезде 200 рублей здесь просятся парковочку тут там вообще на на мест не будет сейчас увидим я не нашли все-таки парковку на халяву 7 а так это сделать очень сложно но люди то там то там смотрю паркуется где пытаются найти возможность ну как бы сейчас не лето бабло никто не косит поэтому экономия это наше с вами все машин очень много то есть те кто не попали на каток явно поехали сюда в эти места проезд 600 рублей оплата в кассе сегодня на один из первых раз когда согласен баба дожды вот этом автобусе кино что-то людей нету так стоимость полки шок придется опять идти пешком ну когда ты можешь было прокатиться насладиться теперь посмотрите людей сколько уже которые оттуда возвращаются тут нет ветра температура совершенно другая комфортно очень люди иногда щемятся под заборами залазит я тоже помню как-то раз оттуда вышли серосалом пытались найти проход к это же а папа нету его мы подходим к озеру я надеюсь что нам достаться катаборады потому что людей здесь очень много мы его не видели очень давно в таком состоянии воды не просто много настолько что нету пляжа затопило все полностью там я смотрю один катамаран есть один паркуется все остальные находятся на поверхности вот теперь наше озеро сука похоже на настоящее озеро риц практически но он тоже миниатюре но все же выглядит круто с левой стороны дамба бар и пойдем узнаем почему катамараны тут по открывались торговые павильоны то ли это работает бар работает ну пойдем узнавать насчет катамаранов есть ли возможность или нет пешком и сегодня ходить будет неинтересно цены на прокаты катамаран час-тысяча мы взяли катамаран на час можно выйти на пирс называть залазь один раз живешь не страшно сейчас раскачаешь лодку боюсь серьезно я просто я думал что-то с меня посыпалась нас также папа надо было меньше кушать слушая вообще за то чтобы я же болею вообще крути-ка ты педали я буду отдыхать да я буду управлять да чё тут крутить давай я буду рулевой сабы голода собой на путешествие на катамаранах взять моторчик и тогда все получится рулить тоже уже сама него туда правильно давай 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 все короче я кайфу я вообще видеосъемкой занимаюсь то успеешь ты час времени еще не берите с собой женщина когда-то берите мужиков которые не любят фотографироваться я на солнышке лежу и ушах шевелю кайф вообще мужики кайф когда за тебя рулят короче тебя везут только смотри не воткнись в эту лодку короче вообще короче но наслаждайтесь и получаете удовольствие и вы там на том берегу какие-то забоченные лица у людей вот их думаешь чего случилось я впервые кстати помню там а нет не впервые но мы чуть-чуть между кипарисов ходили с ребятами с подписчиками когда мы структуром делали заплыв впервые ощущения что мы на катамаране плывем наслаждаемся этими невероятными видами с озера это реально того стоит это очень красиво сколько людей в беседках само озеро смотрит совершенно по-другому красота как красиво с воды выглядят все эти беседки люди отдыхающие на берегу своими детьми сверху смотровая площадка остается главное как говорится не врезаться в другие катамараны но мы доверяем кристине водителю под снимать людей которые тоже мимо нас проходят у них у каждого своего единства водителя лишь вдвоем никто не крутит педали поэтому я тебе доверяю наслаждаемся когда-то вообще романтик все устроили с видом на кипарисы они кстати перед нами появляются во всей красе последние даже разы воды было гораздо меньше сейчас мы подходим берегу видно как водичка раньше подходила как это красиво до тех смотрится проходя мимо берега это сразу такой обрывчик спуске никто не купается только хвостик водичка сушки я бы скупался она прохладно холодно это надо замерзший это лед как тебе то ладно может меня температура просто зеркало озера как быстро наполнилось вот не верилось в то что это может произойти но катаклизмы нам помогли пожалуйста и снова красота и снова озеро с водой подходим все были же ребятки концу пешеходной теперь прогулочки все заполнено водой но при этом можно поставить на берегу посмотреть на кипарис и отсюда сделать все красивейшие фотографии ну и послушать чум ручья целые настоящие водопады сейчас идут сверху люди спускаются с прогулочек ну и мы подойдем поближе к ручью посмотрим добрый спасибо большое привет вам приятно когда узнают им всем хорошего отдыха ну посмотрите как звучит ручей неся горные потоки дети в майках умываются из него и фантастика того что происходит единение людей с природой она лучший вид на кипариса воды по моему становится в озере всем дальше можно поднявшись вот по берегу пройти на ребят будьте аккуратны эти берег подмывается и обваливается он давно был сухой и вода на него действует очень сильно создает эрозию почвы вот видим недавно обвалившиеся деревья что не искупайтесь в озере главное чтобы еще себя не повредили потом дальше идет уже скалистая порода и по ней более безопасно можно прогуливаться мы приближаемся ближе и ближе к этому прекрасному виду то есть я не думал что я проникнусь настолько прогулкой по кипарисовому озеру на катамаране мне прям очень понравилось там вопрос кристина как тебе молчу и наслаждайся молчу и наслаждайся тишина это самое прекрасное что может быть в этой жизни до девчонки мужу сбоку от кипариса идет к мама я в ю тубе давай радуйся давай в общем и норильску привет из анапы вот так вот все чё там дарильский делать то пора подойти к ним поближе и показать вам их с воды со всех ракурсов чтобы насладились их красотой тут еще ветер включился нас даже немножко сносит сейчас конечно мы не видим самое красивое то что было всегда это корни кипарисов заходим между ними фантастика я смотрю что между ними ходят можно и чуть-чуть вот там видишь там много пространства походить но нельзя удаляться вот самое главное чтобы не удаляться самое главное не быть обезьянами не залазьте надеюсь во первых повредить ветки деревьев это одно из самых плохих то что сейчас можно для них сделать конечно когда не свое величие потеряли здесь сколько нанометра два воды если не больше добавилось то не смотрится с таким монументальными но по крайней мере моем восприятии это все равно очень очень красиво таких крутых моментов катку подходишь и смотришь и вспоминаешь как ты ходил возле корни тут такое как бы казался что ты маленькие небольшие сейчас когда большая часть их ствола находится под водой то они уже не выглядят так круто ну по крайней мере ощущение именно в таком формате что такое чё ты напряглась прям вы еще с кем-то столкнулся доктор они всех и тут штрафов нет единственный штраф утонем если ты плохо их затаранишь я думаю вот туда поехали этих зеленых заколбасить вот туда и вот как они зашли ты туда потом выходи думаю будет классно жалко у меня другая камера сегодня разрядилась я думаю что немножко по-другому поснимаем но все как есть давайте наслаждаться этой фантастикой это семена кипарисов это ребята потом оттуда он целся кипарисовом озере там целое семейство проносится мимо них тут прям своя жизнь на самом деле среди кипарисов вещь да ты боялась ты сначала из далека кажется что страшно потом ты пробиваешься понимаю что расстояние как большие между деревьями можно не повредив их больших местах проходить ощущение какие крутые да также и на машине когда только начинаешь ездить окажется что очень узко потом ты начинаешь получать удовольствие а потом уже понимаешь габариты свои что можешь делать гораздо больше все смотри заходит на следующий круг давай давай мы в тебя верим покажи нам всю красоту кипарисов сразу слышишь там сзади ребята усиливают свой ход и тоже заходят давай поворачивай поворачивай муть это вот левая сторона и вам здравствуйте с рождеством тут наши люди везде короче это радует мы туда вот туда давай тоже пройдем еще подрезаем эту семейство здравствуйте вас рождеством давай вон туда тут по прямой все можно попытаться думаешь ты не сможешь я в тебе верю страха глаза велики давай вот сюда потихонечку заходи заходи вот туда и вот ты там пройдешь я тебе говорю прям все получится то вот в эту веточку вот сюда проходим как думаете ребята у нее получится или нет то что довольно таки увлекательное получилось путешествие как видимо по озеру мне уже очень-очень не забывай что те сейчас задний ход и тормоз тоже есть ты просто об этом не знаешь вот сейчас эти что все думаешь мы в них врежемся куда-то так не надо было делать все назад задний ход задний ход нельзя только увидите ребята я с паски пари чтобы не воткнуться но я понимаю там же люди вот все пошла давать тут правда осталось меня не пострадать вот как-то так обходим все прикинь токийский дрифт 360 и ничего не пострадало все хорошо но машите ручка это еще раз вас рождеством всех спасибо а душе вот такие люди радостные здесь на кипарисах ребята со всех сторон и подписчики еще разочек вот прям чтобы было видно насколько это круто смысле так подожди не бабах не все если чё тебя остановлю не переживай катамаран установлю ладно тебя не стану тебя бы забор скинем если что ладно чтоб ноги почему ты плавать не умеешь да вот смотри вот сюда и пошла по конечно вот прям на 200 процентов вот сюда за заходи почему нет да точно то смыть сколько места медленно медленно давай как этот заходишь потихонечку это вот надо и показать то что здесь возможность как бы путешествий именно медленно-медленным ходом вау какую-нибудь музычку я вот не люблю музыку вставлять видеосюжеты но мне кажется нам здесь было прям вообще в тему затопленный сказочный лес хорошо что мы взяли на час потому что уже полчаса прошло я вообще не думал я тебя просто не переживай даже мы спасем тебя о великий кипарис эти веточки растут такая и давай по кругу вокруг них еще по часовой стрелке прям быстро быстро максимально снимем сюжет и будем уходить давай 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 разгон уж тебя верим да не бойся они обходят тебя не быстрее видишь там у них два мотора вот нас один еще еще выкручиваю кучу и те ровно руль и прямо вот что значит начинает женщины психовать за рулем чуть аварию не сделали у меня уносит что делать кто видовато самое главное значит начинает руль бросать хочу чтобы запомнился этот вид сейчас мы дадим круг вокруг кипарисов на максималках но на одном двигателе у нас двигается катамаран видите так мы могли бы еще быстрее но это не так интересно давай 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 не бойся не бойся существует вообще круто смотрится еще такие звуки что там что-то такое прям жестко звучит в горах тоже минуту крутишь педали тут мы проходим я всегда езжу по ходу за рулем потому что я даю слишком много советов и кажется хорошо это красиво да ладно тебе прибедняться трафик на кипарисах стал вообще прям огромный пришли показать что я тоже ребята не халявщик любишь кататься любви как говорится и саночки возить более ощущение от передвижения по кипарисом ах смотришь и радуйся как прекрасен в анапе мир и сколько здесь интересных мест это остается только находить их снимать и вам советовать красота анапа озеро кипарисово с кошкой с собакой или с двумя собаками даже это нечто вот собакам повезло то сказать чудеса управления ее сейчас у меня ничего не получится хотел попонтоваться но я наверно верю в свои силы филигранное вождение катамарана как развернулся красавчика как смогешь так и прокатиться советую всем брать час временем там чтобы пофорсировать как между деревьями вокруг них хоть довольно таки много чтобы не спеша прокатиться по озеру то есть у нас сейчас остается уже до спуска 20 минут а мы еще принципе даже заднюю часть озера не посмотрели в ту сторону не сходили и обратно еще возвращаться сколько здесь когда разливается озеро интересно действительно катать на катамаране думаете полчаса хватит до дойти до них сфоткаться уйти да но насладиться им на поездке я думаю что нет не хватит надо где-то час правильно думаю конечно хотелось бы бесплатно я может быть если не болел бы взял бы сапы на сапе бы прошел бы вокруг них тем более он дома стоит так сказать сушится но болезнь говорит наслаждайся как все вообще можно было заплыв устроить как мы делали уже с артуром среди кипарисов на здоровье должно быть а не с риском даже заходить туда не хочется боишься зацепить он каких-нибудь кустов себе на винты жалко что листьев нету кипарисов можно было сделать красивую подсветочку я уже видел такого формата фотографии и сфотографировать их ну значит когда-нибудь потом но сейчас разгоняемся и покидаем эти места идем обратную сторону по правой стороне куда дальше ведет тропинка прыгающая сказал что по правой стороне но решил немножко к левой подойти потому что тут тоже очень красивая живописная хотелось бы чтобы такой уровень озера сохранился на долгие-долгие года по крайней мере у меня такие пожелания и ощущения прийти что-нибудь съесть перекусить как говорится чем еще наслаждаться в нашей жизни как не такими невероятными моментами всегда советовал гуляйте но на катамаране единственно что дорого это тоже полезно и самое главное если придется на катамаранах не вырезайтесь стволы деревьев научитесь им управлять а потом уже как говорится все остальное поймите что можно и тормозить и поворачивать как надо и тогда у вас все получится сверх шикарно жалею что чайок не взял с собой наверное надо было в хорошем такой песик перед смотрящей здесь от солнца нас скрывает гора сейчас мы будем постепенно из-за нее выходить также и навстречу ветру с той стороны ветра вообще не было появляются первые лучки да да совершенно по-другому раскрываются цвета и краски это озеро вот ходить по нему когда на сухое и рассказывать как здесь классно было такое себе удовольствие хотя природа здесь действительно очень хорошая но теперь когда озеро наполнилось и можно получить наслаждение от всего того что происходит в полной мере это просто вау в общем путешествуйте ребята душите воздухом наслаждаетесь дай бог вам всего самого светлого и ясного напротив пляжа мы стартовали с вами есть такие вот понтончики которых я вам много раз рассказывал говорил что их использую там для рыбалки и что они обычно стоят на воде сейчас воды настолько много что даже их основание ниже чем сами понтоны поднялись а что представьте как давно такого уровня воды как сейчас не было там большая аномалия и не радует что мы с вами стали немножко ее частью продышался оздоровился а не усугубил свое здоровье осталось чем на закате подышать морем тогда будет вообще все великолепно место приземления зиплайна который много лет тоже стояла без воды сейчас действительно под самый верх водички просто помню здесь был указатель глубины 44 2 3 4 5 6 7 вот не знаю что 44 это метра может 4 и 4 метра означает наверно 4 4 такие показатели и отсюда мы можем разглядеть все озеро назад дойти до центрального пляжа и возвращаться на парковочку на все что нам хватило часа катания надеюсь вам понравилось пока не видеть в это педали не работа кристина вообще тут уснула вначале видео мы отсюда смотрели на озеро теперь с озера смотрим на это место пляж который наверное уже думал что воды то не увидит насладился от честно тебе зашло до теперь осталось прилечь и поспать насколько стало много народу в очереди на катамараны люди тут зарабатывают дай боже посчитайте кстати есть нас тут экспертов тоже насчитал сколько катамаранов сколько они могут в час принести несколько здесь часов рабочий день насколько тех бизнес здесь живет вот манка на тебя смотрит уже толпа народу ожидая сесть на твой катамаран и только люди отходят с прибытием пойдем пешком смотреть таки парись очень кстати большая они ну как бы я думаю что смысла особого нет смотрите ребята другие путешествия прогуливались пешочком смотрели как там и что я думаю что на катамаране было тоже прикольно шашечку как тут пахнет уж а паук иди отсюда он до меня прыгнул осуществует какой-то опасный паук и он меня сожрел но это не важно далее чтобы сходить на море мы припарковались возле кафе старый хутор здесь и фасу продают там всякие чебуреки но это летнее время сейчас не работает место советую кормят тут круглогодично вкусно ну по деньгам средне перед этим заскочили в пятерочку я залил чаёчек осан зеленые пристина себе взяла кофеёчек и двигаемся на пляж смотреть закат я думаю что там будет красиво хоть чуть-чуть мусор поразгребли проход к морю сейчас вот в таком формате ребятки люди есть торговцы есть в принципе чистота и хорошо игрушки продаются на всякие сувенирчики даже музыканты присутствуют но пока не временно не поют и еще один торговый павильон с зайками точно тому сколько здесь людей даже немножко удивлен неожиданно все-таки меньше зоне привык видеть этот проход более пустынным здесь прям люди идут идут и идут музыканты проснулись по моему поют кстати неплохо напитки и кстати чистоты становится все больше в порядке приходит и приходят и котики ждут сладостей вкусностей уборка произошла в открытые валюты мусора мы все равно там хоть видна вис на бой помочь здесь мне чтобы мы вообще не знали об этом так почище честно стало это реально плюс доставишь неправильно ударение это получается классное произношение ну прочитайте сами пляж сука да а как там написано ребята свои варианты надписи пляжа напишите пожалуйста в комментариях может я не прав здесь я смотрю что уже порядке привели очень многое изменилось сетку нацепили здесь все отсыпали этот перекрученный шторм ворючек еще на месте пляж не узнать поэтому много людей гуляющих кстати на гору никто по-моему не лезет наверно там прохода до сих пор никакого не организовали зато костер ребята палец той стороны и мисточка у кого-то играет ну и закат приближается постепенно я думал мы сейчас короче залезем с тобой на гору и оттуда будем смотреть закат на короче сыгарой облом потому что там пройти не вариант по ходу тик что ли снимают ребята музыка и все там что-то танцует фотографируется снимаются он мужик только что искупался почувствовать и ведь погоду на нашем берегу на секс раздеством еще раз с берега моря качая да вот ребята решили запечатлеть свою компанию как зовут какого города олег уфа олег уфа говорит смотрел у нас как мы говорится вокруг корабля там крутились мутились и приехал сюда из ряд встречи это очень приятно уфе огромнейший привет с пляжа суков вот такая красота ребятки на закате чайчик девчули тоже лезли в море и красота вокруг здесь море звучит совершенно по-другому потому что каменный пляж что с песчаным не сравнится и виды между двух гор соответственно прекрасно смотришь большой 3 речка конечно уже в суконе выглядит такой полноводной как тогда когда мы с вами пришли и впервые увидели с той стороны тоже вместо металлического собора сетка рабица натянута и выкат туда к морю мостиков по желению нет теперь это непреодолимый маршрут чтобы перебраться на ту сторону мы будем думать о том что спадет вода и все будет по-другому но солнышко кстати там рисует смайли на пляже кстати еще люди остаются очень от умиротворение комфортом правда от былого всего на пляже суков не осталось особо ничего там еще то здание стоит никак не сдастся лодочников вот так вид фантастика вот и заканчивается ребята чудесный день кристине благодарность за компанию я очень рад что смог выйти и как лица отблагодарить человека за то что не бросил меня в тяжелой ситуации вообще всех кто ребят предлагал свою помощь я искренне благодаря спасибо вам большое и соседи писали там много людей кто предлагал там лекарства привезти продукты там и кушать приготовить я очень рад что вы мне и спасибо вам большое нас уже вместе с вами со всеми 400 тысяч человек это невероятная просто цифра и и не верится я помню мы сидели за столом 250 тысяч было четверть миллиона казалось что это уже предел мечтания здесь 400 и дальше растет и растет количество возможно что мы смотрите уже это видео у нас уже 400 1 спасибо ребят делайте репосты больше приглашать своих друзей близких и мы найдем людей по духу вот сидел разговаривал с подписчиком который смотрел перед выездом сюда видео наши подбегает там другой человек под выпивший начинает ты чё меня снимаешь что вы там бычку зарубавили честно прям ну иногда не верится в такие видеосюжеты которые происходят и на этом пляже что-то один тут второй ну тут миром говорится разошлись и это радует что все-таки эмоции иногда получается сдержать это большой плюс карме у нас сегодня заканчивается самый жаркий день на солнце доходило до 20 градусов в машине у него плюс 17 показывалась пляже люди заявляют о том чтобы прям очень и очень тепло дальше у нас обещает снег и заморозки буквально после завтра уже придут минус 7 ночи представляете все друзьяшки вот такие вот дела погодные качели и явление у нас происходит были надеяться что это нам не помешает посмотреть на закат как солнышко закатывается за горизонт и подарить вам его во все ваши города это невероятное зрелище которое происходит буквально так только не сидите дома только приходите только смотрите только наслаждайтесь и тогда у вас все стопроцентно получится а я помолчу а вы посмотрите а Продолжение следует...